Казахстан, во-первых, прекрасная страна с прекрасными людьми. Мне так много хочется попробовать. Нам вообще много чего нравится. Кому-то нравится соленое, кому-то сладкое. Толстеть, худеть, бриться, надевать какие-то парики всевозможные. Дальше были вот дурь, которая здесь. Мы пока не получили. Прям жизнь за жизнью. А это должно прийти как само по себе. Это очень сложно для меня вопрос. Всем привет, это канал серийный продюсер, и я Николай Пак. Сегодня мы расскажем о том, как заработать на сериалах. О том, где взять деньги на кино и как его удачно продать, мы говорили в прошлых выпусках. Ссылочка в описании. Рекомендую посмотреть, если еще не увидели. Итак, сколько можно заработать на сериалах и на каких условиях телевизионные каналы готовы сотрудничать? Вариантов много, о них сейчас и поговорим. Наши телеканалы раньше в большей степени ориентировались на закупочный контент. Это было безопасно. Ты покупаешь известный сериал, который уже где-то сделал себе имя в мире. Ну и, понятное дело, ты знаешь, что и здесь посмотрят. Но, тем не менее, сейчас телеканалы начали перестраиваться на создание собственного контента. Телеканал КТК показывает в первую очередь закупной продукт. Потому что эфирная сетка – это как прожорливый дракон. Надо в эту топку постоянно кидать и кидать контент. Нет, закупить сериалы, которые мы уверены, которые будут работать, в этом смысле для канала проще и выгоднее. Да, цены там высокие у закупного продукта, но и, как говорится, выхлоп выше. И всегда есть уверенность, что этот продукт в нужном таймслоте принесет нужные рейтинги. Конечно, собственным производством мы тоже занимаемся. Последние несколько лет мы производим собственные сериалы. Начинали с докудрам потихонечку, потом набрали обороты. Сейчас снимаем сериалы, мелодрамы. Иногда по госзаказу мы снимаем экшн. Потому что на свои собственные деньги экшн-сериал – это очень дорого, конечно, снять сложно. Если мы говорим про остальные сериалы, которые у нас снимаются, прежде всего для телеканалов, как правило, это госзаказы, то есть каждый канал имеет свой пакет, о чем они сообщают обычно продакшенам. Благовременно, если, допустим, сериалы будущего года, в этом году уже в августе формировался пакет, ну, основные пакеты, пул, да, формировался. Они объявляют темы, которые им были бы интересны, которые принимают к разработке. И потом, соответственно, продакшены составляют презентации, составляют бюджеты. В последнее время каналы большинство стали тоже требовать съемки тизеров, опять, соответственно, это или пилотов, да, то эти вещи не финансируются каналом, то есть каждый снимает на свой страх и риск. Источника финансирования, наверное, два основных на телеканалах, которые хотят снимать сериальную продукцию и показывать ее, какую-то оригинальную сериальную продукцию, незакупную. Первый источник финансирования – это собственные деньги телеканала, второй источник денег – это государство. То есть у нас только два источника. Ну, где-то теоретически существует еще третий источник – это когда какой-то крутой спонсор приходит и дает денег, чтобы сняли сериал и показали его на каком-то телеканале, и чтобы там его имя было упомянуто. Но как бы из моей практики это такая история достаточно такая мифическая. Что-то я мало как бы видел таких добрых спонсоров, которые бы спонсировали производство. Поэтому говорить о том, что на КТК ждут заявок от авторов, ну, к сожалению, такого нет. Наверное, просто потому, что мы ограничены не то чтобы в финансах, а в первую очередь, наверное, подстраиваем под сетку и очень точно выбираем, какой нам нужен контент. И не так, что к нам приходят создатели сериалов и говорят, у нас есть такая-такая-такая идея. Скорее, это мы в коллаборации с какими-то крепкими производителями вместе разрабатываем идеи и решаем, что можно и нужно запустить. С телеканалом, к сожалению, у меня был опыт, но это было очень-очень давно. Поэтому сейчас я не знаю, как это уже работает. Но раньше, когда мы производили там как продакшн сериалы для телеканала «Казахстан», есть продюсер генеральный, который шел, разговаривал, предлагал идеи. И после этих уже несколько идей, из них телеканал выбирал более актуальную и интересную. После этого продакшн забирал себе производство и исполняли это в течение года. В конце года задача этого проекта шла. Как таковые пичинги, чтобы это прям полноценные, были заявлены. И о принципе того же ГЦНПК, который когда проводит пичинг, то есть он собирает заявки, а потом, последние два раза так, по крайней мере, было, они проводили в онлайне пичинги. То есть каждый желающий мог увидеть, как он ведется, как защищаются группы, как защищаются команды. Потом делать, иметь свое суждение, свое заключение, насколько было правомочное или правомерное заключение спиртного совета. То, конечно, телевизионные каналы, телевизионные заказчики, эти проекты такого не проводят. Ну, ни разу никто, по-моему, об этом не слышал. Тут вопрос в другом. Вопрос в том, что самый главный вопрос, это люди, которые хотят снимать телесериалы для казахстанских телеканалов, они не знают, что на казахстанских телеканалах показывают. Вот в этом главная проблема. Проблема не в том, что там нужен пилот или не нужен пилот, а проблема в том, что приходят какие-то творческие коллективы на телеканал и говорят, «Мы, у нас отличная идея, суперский сериал для вашего телеканала». И они рассказывают идею, в которую влюблены они. А они смотрят, там, не знаю, «Кинопоиск», «Нетфликс» или там телеканал «Россию», а приходят на какой-нибудь условный телеканал «КТК», у которого вообще другие зрители, другие эфирные необходимости, другие эфирные запросы. Чаще всего телеканал своими силами снимает контент для не прайм-тайма, а для офф-прайма, потому что в прайм-тайме работают крепкий закупной продукт. Так мы и начинали, вот я боюсь, конечно, по периоду соврать, лет, наверное, 7-8 назад. Для дневного смотрения женского мы начали снимать докудрамы. Первый сезон мы разработали сами. Второй сезон мы поехали к украинцам и закупили у «Плюсов» франшизу, точнее, мы купили идеи у них семейных мелодрам, здесь у себя адаптировали и делали это все своими силами. А сейчас на рынке появились крепкие производители, и да, вот у нас есть коллаборации. Но что касается телевидения, да, конечно, в основном, опять же, это госзаказы, это заказы для конкретных телеканалов. Или вторая у нас есть возможность, да, это среди социал-медиа, где есть своя служба, которые есть очень строгие критерии оценки, есть паспорт сериала, который заполняет каждый участник, потом проводится очень большой конкурс на выбор режиссера каждого проекта отдельного. Мы заходим в совместное производство контента, это у нас было с телеканалом, с седьмым телеканалом «Семерка», мы заходили с ними в совместное производство сериала «Токеас Перешты», то есть там было влияние, вливание 50 на 50 финансовой части, и после этого мы отдавали им ТВ-права, а себе забирали интернет-права. Что касается там с телеканалом Алматы, мы произвели полностью контент, они также после уже купили 50% прав именно телевизионных, для того, чтобы транслировать у себя на телеканале, а мы публикуем у себя на нашем YouTube-канале. То есть это идет разбивка прав и показов, но инвестиции 50 на 50. Что я хочу сказать, то есть нет прямых заказов, это всегда такое совместное творчество, совместное производство под нашим очень таким глубоким продюсингом. Есть моменты, когда в рамках государственного информационного заказа КТК размещает сериалы, произведенные по нашему заказу, потому что так этого требует, скажем так, протокол. Но всегда продюсинг мы, конечно, осуществляем любого продукта, который в нашем эфире выходит. Я имею в виду собственное производство, даже не телеканала КТК, под собственным производством мы сейчас понимаем наше отечественное производство. Очень хотелось бы, чтобы это финансировали спонсоры. Очень хотелось бы, чтобы здесь были коммерческие деньги. Но, к сожалению, не получается. Поэтому финансирует это сам телеканал КТК. Мы сами для себя и для наших акционеров зарабатываем деньги. Иногда удается завести какие-то интеграции, но, к сожалению, так, чтобы это был какой-то крупный игрок на рынке, сказал, ребят, мне интересно снять кино, или я нуждаюсь в каком-то промо, а давайте мы какую-то историю замутим, вот пока не было на моей памяти такого, к сожалению. Вообще телеканалы, казахстанские телеканалы, заинтересованы в том, чтобы делать длинные истории. 40-серийные, 70-серийные. Чем больше серий, тем меньше стоимость одной серии. Чем больше снимаешь, тем ты можешь производителя просить, чтобы себестоимость каждой серии была меньше. Потому что общий бюджет, он становится больше. Ну, наверное, сейчас при нынешней инфляции 3 миллиона за серию, даже если это совсем мыло-мыльное, 70-серийная какая-нибудь мелодрама про женщин. Это минимальный порог, 3 миллиона тенге за серию. Ну, дешевле снимать, вряд ли вообще кто возьмется. Как-то так. Высшая планка, ну, это все зависит от того, какой это жанр, экшен, не экшен, какие там сняты актеры, вообще что это за проект. Если это может быть какой-то имиджевый проект для телеканала, телеканал хочет в новом сезоне въехать там с какой-то суперкрутой премьерой. Там какие-то приглашенные звезды, и это там, допустим, там 8 серий, или там 12 серий, но какого-то детективного экшен-сериала с масштабными съемками, то там, наверное, цена может доходить и до 20-25 тысяч долларов за серию. Ну, это, наверное, такие хорошие бюджеты для Казахстана, это хорошие бюджеты. Когда телеканал КТК финансирует производство, обычно это от 3 до 5 миллионов, если это мелодрама. Канал пропущет работать с проверенными уже подрядчиками, они понимают, какое качество материала они получат в итоге. Учитывая, что бюджеты наших каналов, они не менялись в последние, вот мне бы не наврать ли 10-15, наверное. Если, когда мы только начинали снимать, допустим, сериал тот же самый был, Жанну мы снимали, да, это был у нас 9-10 год, соответственно, да, то у нас это уже прошло, получается, вот, и потом в компании снимали те же сериалы для, ну, разные компании, да, это было для каналов, это было для Хабара, для Астаны, для Трисапьерова, вот, то есть средний бюджет как был 2-5 миллионов с небольшим, да, на обычную драму, такой он и остался. Мы стали запускать локальные сериалы на 4-8 серий, да, исторически, там, несколько выше бюджет, там, 12 миллионов. На самом деле, для исторического сериала, допустим, в прошлом году Джамбу, да, хорошо сериал прошел исторически, или Казахстан, но это очень маленький бюджет, это очень тяжело за эти деньги создать максимально элитичную картину. Каналы работают с продакшенами, с большими производственными компаниями, видите, у каналов высока цена, что называется, ошибки, да, высока цена ошибки, конечно же, практически все они, ну, большинство, а самое крупное госфинансирование, разумеется, они сами там проходят некий такой контентный комитет, вот, и, разумеется, у них, они будут работать только с мощными производственными компаниями, поэтому сценаристам лучше идти не на каналы, а, наверное, все-таки в продакшены. Все снимают в силу своих возможностей, в силу своих возможностей, ну, допустим, вот, тот сериал, который мы сейчас с одним из продакшенов хотим снять, мы, это третий сезон уже известного сериала, где-то так мы рассчитываем, что миллионов в пять одна серия нам выйдет, в пять миллионов в тенге, да. Ну, это третий сезон известного сериала уже. А она с новой сериалом? Да, «Квартиранты». Где-то мы так считаем, что в миллионов в пять одна серия у нас будет, да, в тенге. То есть это возрастные, да, русские? Да, потому что сериал первые две серии себя показали, первые два сезона себя хорошо показали, и мы хотим, ну, сделать этот сезон заключительным и закончить на такой высокой ноте. Поэтому, да, поэтому хотим там и актеров, и локации сделать. Финансирование в идеале, когда есть деньги от спонсоров, от рынка, рекламного я имею в виду, да, но так не получается, к сожалению. Чаще всего это наши собственные деньги, которые канал вкладывает. И есть еще один момент, еще один этап, это государственный информационный заказ. Конечно, без него мы обойтись никак не можем. Мы производим телепрограммы, документальные фильмы и сериалы. Насколько мы полезны государству, ну, наверное, да, полезны, потому что отрабатываем, в общем-то, какие-то их, ну, идеологические задачи. Но, по большому счету, для телеканала это, к сожалению, никак не спасает положение, потому что, ну, циклы, которые заказывает государство, они не очень продолжительные. И в рамках вот вещания, допустим, брать, да, годового или сезона, там, с сентября по май, это, конечно, вот, я не знаю, капля в море. Капля в море, но, тем не менее, для того, чтобы мы набивали руку, для того, чтобы мы развивали индустрию, мы, конечно, с удовольствием берем эти заказы и отрабатываем. И еще нужно умудриться и исхитриться сделать так, чтобы выполнить государственный информационный заказ, то есть какие-то, да, идеологемы внедрить, и сделать продукт коммерческий. Ну, в общем-то, у нас вот это получалось. Мы начали с сериала «Экшн. Красный уровень». Это была история про противодействие, про, нет, неправильно говорю, про религиозный экстремизм. Мы приглашали российского режиссера, у которого был опыт в создании, ну, то есть подошли к этому тоже с такой индустриальной, да, точки, как правильно сказать, точки зрения. Дальше были вот «Дурь», которая здесь, и «Шанхай». Это сериалы экшн, которые мы снимали тоже в рамках госинформ-заказа, и тоже нам удалось поженить госинформ-заказ с, в общем-то, коммерческой составляющей. Это были сериалы, которые с успехом прошли в нашем эфире. Они стояли в прайм-тайм, в общем-то, и вполне составляли конкуренцию тому закупному продукту, какому-то тоже, ну, российскому крепкому экшн, который мы обычно показываем. Вот такое кино. Как и куда еще можно продать свои сериалы? Помимо телевидения, есть возможность заработать и на стриминге. Благо таких платформ сейчас очень много, и все они ищут новые интересные идеи. Вы спросите, а как проходит финансирование у них? Нужно ли вкладывать свои деньги? И как узнать, какой сериал все-таки нужен им? Вот что говорят эксперты. В кинотеатры ходить хорошо, ходить приятно, это досуг. Но платформы не отстают, выходят намного чаще, ничем не уступают по качеству уже то, что выпускается на платформах, чем то, что выпускается в кинотеатрах. Ну и без этого никуда намного дешевле. Не то что активно, но тем не менее сейчас и Иви, и Кинопоиск, да, рассматривают проекты для своих дебютных именно казахстанских проектов. Это я точно знаю. К ним можно обращаться, можно предлагать свои проекты, свои сценарии, и если они выберут, то, соответственно, да. Это будет тоже событие, если они профинансируют первый сериал, который для них снимут именно казахстанские химитографисты, для казахстанского зрителя. Мы знаем, что наши сериалы, которые мы делаем в собственном производстве, хорошо смотрятся в том числе в Казахстане, потому что мы давно работаем на Казахстан. Вы знаете, у нас есть отдел закупки, вот, его возглавляет Александр Бут, вы можете погуглить, поискать контакты. Мы как бы с Казахстаном работаем постоянно, мы постоянно покупаем казахский контент. Я могу привести в этом отношении пример еще одного кейса. Это сериал «Квартиранты», которым я занималась, да, они не были нигде ни показаны, ни в эфире телеканала, ни на YouTube. Сразу продали мы их в онлайн кинотеатр «Иви». Вот, это, во-первых, была рекордная сделка по цене, по стоимости, да, казахстанского контента. Это очень сильно зависит от очень многого. От количества серий, которые вы приносите, то есть это какой-то поток производства, да, конверт, там, встали, допустим, на два года снимать, это одна цена. Вот, снимаете ли вы там, два месяца, другая совсем цена. Вот, от жанра очень сильно зависит, там, может, у вас там в квартире все происходит, это дешево сняли, а может, у вас там фантастика какая-нибудь, который CG нужен дорогущий. Вот, здесь однозначно ответить нельзя. Вот, и, во-вторых, как бы это было, ну, скажем так, мы продали в сериал на казахском языке с русскими субтитрами, и тема, которая поднята в этом сериале, настолько оказалась близко не только казахстанскому зрителю, но и российскому, что онлайн-кинотеатры и весами дублировали этот фильм на русский язык. Делая здесь контент, работая с нашими креативщиками, попасть на западную платформу для нас, конечно, было бы большим таким и пиар-ходом, и плюсом большим для команды. То есть, конечно, хотелось бы, и мы ставим перед собой эти цели, но, опять же, не забывая про нашего зрителя. Для меня участие в сериалах и в сериалах на платформах и фильмах для платформ не в новинку. Сейчас вообще платформы, как бы банально не звучало, рулить. Сейчас я все смотрю на платформах. Меня практически не включает с дома телевизор. Я смотрю весь контент, я смотрю на платформах. Поэтому участие на стримингах, это престижно. Когда они только все начали появляться, как-то так все, ой, может быть, с опаской, ой, зачем, зачем, ой, что, как будет. А сейчас мы без них свои жизни не представляем. У нас есть отдел собственного производства, в нем работает креативный директор Илья Бурец, человек, который делал в свое время Горько, вот, и кучу еще других хороших фильмов. И все сериалы Иви последних, там, двух лет, это все его, как бы, творческая заслуга. Вот. Илье Бурецу можно прислать свой питч в виде презентации. Вот. Желательно, чтобы была написана хотя бы первая серия сценарий. Был по серийный план. Ну, если это касается сериала, если это фильм, соответственно, просто желательно прислать сценарий. Вот. И после этого Илья прочитает. Он, естественно, не все сам читает, но есть редактора, которые вычитывают все. И дальше принимается решение, интересно это или нет. Если это интересно, то вас приглашают на питчинг в Иви. В Иви собирается экспертный совет, который выслушивает вашу задумку с точки зрения творчества, с точки зрения стоимости производства, с точки зрения дримкаста, который вы, уровень каста, который вы планируете туда привлекать. Вот. И дальше принимается решение уже о входе в девелопер. Вот. В принципе, такая двухступенчатая система. Меньше нам интересны ужастики, хорроры. Вот. Но все остальные жанры мы готовы рассматривать. Да и ужастики, если он классно написан, сделан, то тоже можно рассмотреть. Мы единственный раз сдавали свой проект на стримовую платформу, это Яндекс. А, Кинопоиск. Ну, тот же Яндекс. И там такая монетизация, ну, смешная. То есть, это не совсем. Ну, мы не заработали, мы даже не знаем там, даже не почувствовали этого. Поэтому, чтобы конкретно качать, это должен быть очень дорогостроивающий проект. И этот проект должен быть в интересах этой платформы, потому что они будут ставить на передовой там, где-то на обложках, свою рекламу затягивать. А так они, в принципе, просто берут, ребят, давайте мы его возьмем. Да, это престижно, твоя афиша висит в Кинопоиске, но, как правило, она особо денег не приносит. Как еще можно заработать? На веб-сериалах. Бюджеты у них могут равняться нулю, актеры будут лгаться матом, и при этом не нужно получать одобрение от всевозможных ведомств. Так что это идеальная возможность заявить о себе. Ведь сериал может стать популярным, и тогда можно рассчитывать на деньги от рекламы и от спонсоров. Кроме того, права на показ сериала могут приобрести крупные онлайн-площадки. К примеру, можно выложить свою работу на YouTube и зарабатывать на просмотрах. В России до вот этой сей войны, которую они там все устроили, цены были там и 40, и 50 тысяч, минимальные, да, за серию, как какую-то плюс-минус. Того, что на телевидении показывают, цены для продукции, для стриминговых платформ, они другие могут быть. То есть одно дело затыкать телевизионный эфир, и другое дело делать что-то такое, ну, для стриминга. Там и требования к качеству немножко другие, и бюджеты другие. Но у нас всегда цены были, конечно, на порядок ниже, чем в России. Ну, 20-25 тысяч долларов, это, вот, грубо говоря, это, наверное, то за серию, на что могут сейчас снять что-то хорошее. Насколько я знаю, у тех ребят, которые снимают, опять же, для Ютуба в Казахстане, у них намного меньшие бюджеты. Ну, там многое делается на энтузиазме. Очень много проектов, которые только для Ютуба снимаются, опять-таки возвращались к тому, что мы сговорили про веб-сериалы. То есть индустрия веб-сериалов сейчас во время пандемии себя показала и продолжает наращивать объемы. И поэтому, посмотрев на то, что, как бы, делают компании, которые развиваются в этой среде, очень многие отдельные уже продюсеры, отдельные продакшн-компании начинают только снимать только для Ютуба. Так что Ютуб сейчас становится довольно хорошей площадкой. Мы рассматриваем веб-сериалы, мы рассматриваем любой контент, который имеет классную творческую мысль и классно реализована эта вот творческая мысль. Ну, веб-сериалы, я знаю, там снимают и за миллион рублей серию. Зависит от того, какая идея. Снять можно и на iPhone. У нас есть сериал «Нежность», который полностью снят на iPhone. И он прекрасно себя чувствует. Это народный хит стал все время. Вот. Кстати, скоро будет новый сезон. Что касается Ютуба, есть огромный плюс. Если у тебя есть хорошая подписота, то тебе легче уже переговаривать с рекламодателями. То есть мы на этом зарабатываем, грубо говоря. Потому что, опять же, монетизация-то мало, только с рекламой. Если у тебя хорошая активность, хорошая органика на канале, то ты смело можешь заходить к любому бренду и говорить, вот, ребята, мы вам гарантируем там 300-500 тысяч просмотров. Ну, то есть это цифры. Ну, рекламодателя что нужно? Цифры. Монетизация на площадке Ютуб, да, она небольшая, но она есть. Product Placement, то есть это реклама какого-либо бренда или продукта в контенте. И третий момент, если говорить о продаже уже готового продукта на какую-то платформу. Также TV+, Кинопоиск, Старт, и Ви. То есть уже можно продать сам контент. За счет этого поставить свою маржинальность и заработать на этом контенте. Но ценность этого то, что вы можете делать уже совместное после этого какой-то продукт с какой-либо платформой в совместном производстве. И это на самом деле намного интереснее, когда вы разрабатываете там с креаторами, с экстренами какую-то идею и после этого уходите в совместное производство этого продукта. Все-таки YouTube это социальная сеть. Социальная, так социально значимая сеть. А Asalem Social развивается именно в YouTube. Да, они проводят периодически показы своих сериалов. То есть для казахстанской индустрии это, конечно же, не новость. В нашей практике мы делаем следующие шаги. У нас проводится питчинг. Питчинг именно на поиск идей и молодых креативных ребят. То есть происходит следующим образом. Мы даем объявление о питчинге, собираем заявки. Эти заявки формируются, попадают к модератору. Модератор отбирает уже в пул проектов, которые в принципе проходят питчинг. После этого мы их вызываем, делаем уже оффлайн-встречу. И в течение двух-трех дней, зависит от количества заявок, мы уже с ними беседуем и они подробно рассказывают о проектах. То есть самое главное это даже не мы не даем направление идеи, мы не ограничиваем в рамках каких-то там и не говорим то, что нас интересуют именно вот такие вот сейчас темы. Мы говорим все, что есть показывайте, из этого будем выбирать. И то есть один там грубо говоря автор идей может отправить там две или три заявки, возможно две из них не пройдут, третье именно то, что нам понравится и мы ее забираем. А те две, которые нам не понравились, может быть мы уже что-то делали такое или же сейчас это не так сильно нас беспокоит. То есть в этом плане питчинг это самый верный способ для того, чтобы уже сделать первые шаги навстречу реализации своего проекта. причем мы все время подогреваем свою аудиторию через соцсети, именно креативную аудиторию, через соцсети говоря о том, что мы ищем идеи, приходите, мы ищем таланты, отправляйте заявки. Мы, наверное, скоро начнем практиковать, делать свои питчинги для тех, кто хочет размещаться на нашем канале. То есть ребята, если у вас какие-то идеи касательно веб-проектов, пусть это будет сериал или какое-то студийное шоу, скетч-шоу, мы готовы рассмотреть. Если это хороший продукт, то мы найдем инвесторов, рекламодателей, будем это производить и размещать на нашем канале. Как-то вот мы для себя именно во время пандемии открыли этот волшебный мир веб-сериалов. О том, что они более свободны в жанрах, более свободны в высказываниях, в выборе тем. Опять-таки, если мы сравниваем с тем же самым телеканалом, мы всегда сравним с телеканалом. Телеканалы, форматы, им нельзя делать очень многих вещей, говорить на многие разные темы, снимать нельзя как-то. Ну, вот у них форматы, тут никак ничего не поделаешь. Веб-сериалы, которые выкладываются на YouTube либо на онлайн-стримингах, более свободны в этом отношении. То есть, там можно провокационные темы выбрать, поговорить таким открытым языком, таким житейским языком, не, может быть, даже, нецензурным языком. Опять-таки, не стесняясь тех рамок, которые есть у каналов. Ну, это нормально. Можем свободно выражать, хотя бы в формате веб-сериалов, наши творцы, наши сценаристы, наши кинематографисты то, что они хотят сказать. Тут как бы веб-сериал никаких преград нет. Я вообще занимаюсь веб-проектами, вот так как было сложно, не знаю, зайти на ТВ, и когда появились какие-то движники именно в Инстаграме, там, потом дальше в Ютьюбе, мне стало проще работать здесь, потому что, ну, нет никакой адедактуры, сам как хочешь, делаешь, ну, в рамках позволенного, в рамках разумного. Вот. Первый мой веб-проект делал я для Салим Сошл Медиа, это Храпаем Хайрат. Первый сезон мы за неделю сделали серебряную кнопку, далее через месяц, через два сделали первую золотую кнопку для Салим Сошл. Мы работаем, основные это режиссеры, конечно, которые приходят, они являются где-то авторами своей идеи, после этого они набирают авторскую группу сценаристов, и они уже запускают написание сценария, ну, процессов написания сценария. Бывает, что приходят просто авторы и говорят, у меня есть идея, хотели бы ее расписать, и помогите нам, пожалуйста, там, у нас где-то нет опыта, мы прикрепляем своего креативного продюсера, который их направляет, в принципе, и подсказывает какие-то азы, там, в структуре, в структурирование сценария. Я расскажу про свой сериал, у нас просто комедийная трэш-комедиа, где-то у нас, естественно, перестрелка, там, какой-то экшен, это все равно всегда очень больших денег стоит. В среднем, ну, где-то 4-5 миллионов за серию, но это прям, это когда сам не зарабатываешь, там, за актерский не берешь, там, за какие-то авторский, режиссерский, чисто вот актером, внешним, там, техника, опять же, вот, вот это вот я не могу понять, почему у нас техника дороже, чем человеческий ресурс. Мы берем камеру, она дороже, чем сам оператор. Ну, такое дело, это только в Казахстане может быть. Ну, у нас тоже, там, не бездонная бочка, да, для того, чтобы мы, там, поддерживали проект, который стоит, там, от 10 миллионов за серию, поскольку мы понимаем, да, возможно, это классно будет проект, но, к сожалению, на сегодняшний день бюджет и не тянем. Мы стараемся идти в среднем, там, за серию от 3,5 миллионов и чуть-чуть выше, то есть, это, включая сценарий вместе. У нас небольшие бюджеты, ну, если взять даже по сравнению с телеканалами, у телеканалов там много, сейчас в два раза больше, насколько я знаю, ну, и хранитраж, соответственно, больше, но мы стараемся как-то конкурировать с этим. Поэтому самое главное в нашем контенте это креатив. Если нравится идея, и они понимают, что немножко надо доработать, они всегда идут с вами вместе в эту историю. Вот это очень приятно всегда от них слышать. Но при всем при этом, конечно же, они ориентируются на такую, на широкую аудиторию, на тот проект, который можно было бы мультипликатировать, в том числе и на рынок СНГ. И у каждого свои предпочтения. У каждого свои предпочтения. Ищут, допустим, сериалы на школьную тематику, то есть школьно-семейную. Вот это вот точно разработки. Да. Очень сейчас модно и очень востребовано у всех платформ жанр городского фэнтези. Вот, то есть, если вы посмотрите те новинки, которые проанонсированы всеми российскими крупными онлайн-стримингами, это городское фэнтези. то есть и сейчас такие темы с прицелом на некую казахстанскую, казахскую аутентичность, они, да, они в тренде, они востребованы. Для актеров как важно участвовать в проектах крупнобюджетных, малобюджетных, драматических, комедийных, исторических, как важно из амплуа в амплуа перескакивать, меняться внешне, толстеть, худеть, бриться, надевать какие-то парики, все возможны разные костюмы, так важно и пробовать себя и участвовать в разных, и в полном метре, в прокатных историях, и на стримингах, в сериалах, и в авторских фильмах, которые, возможно, покажут только на фестивалях. Для актеров важно пробовать все. Я бы с удовольствием снималась бы у вас, у вашего режиссера, в Казахстане, прекрасные, красивые места. Я бы с удовольствием здесь в экспедиции, ибо месяцок-другой пробыла бы. Так что заработать на сериалах можно. Вариантов много. Мы рассказали о трех. Телевидение, стриминг-платформы и видеохостинге. Как и везде, конкуренция очень высокая. Поэтому вам придется постоянно придумывать что-нибудь новое, интересное. Главное, не бойтесь пробовать. А пока подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. До новых встреч!